А ты, Витус, должен зарубить себе на носу, что в основе этой революции лежит радио, но с ним связаны неожиданности. Грузовой помощник капитана Гриша по кличке Айсберг, например, исчез с флота в результате одной единственной радиограммы своей собственной жены. Купи Лондоне бюстгальтеры, размер спроси радиста. Твоя Муму. Тайна переписки, конечно, охраняется Конституцией, все это знают, но если некоторая утечка информации происходит и сквозь конверты, то в эфире дело обстоит еще воздушнее. Такая радиоутечка подвела Гришу Айсберга. Гриша приходит в кают-компанию чай пить. Там Стармех сидит и тупо, но внимательно смотрит на бюст одного великого человека, в честь которого было названо их судно. Только Гриша хлеб маслом намазал, Стармех начинает сетовать, что бюст великого человека уже изрядно обтрепался, потрескался, износился, и надо обязательно заказать другой, новый бюст, и для этого снять со старого бюста размеры. Но можно вообще-то и не снимать, потому что радист, наверное, их и так знает. Гриша спокойно объяснил Стармеху, что его жена в магазине Альбатрос познакомилась с женой их радиста. Жены подружились, часто встречаются, и что у них одинаковый размер бюстов, но он, Гриша Айсберг, страдает тем, что не помнит никаких чужих размеров, даже свои размеры он не помнит, а у радиста все размеры записаны. И потому его, Гриша, жена и радировала, чтобы он взял нужный размер у радиста. Все понятно и ничего особенного. — А кто тебе сказал, что я чего-нибудь не понимаю? — изумленно спросил Стармех. Гриша чай попил и пошел на вахту. Поднялся в рубку. Там третий штурман жалуется Старпому, что в картах хранилища полки не выдвигаются, и надо заставить плотника сделать новые полки. А размеры плотник пусть спросит у радиста, потому что радист знает их на память. Гриша спокойно объяснил Старпому и третьему, что его жена познакомилась в Альбатросе с женой радиста. Жены подружились, часто встречаются, потому что живут рядом, что у них бюсты адекватные, а он, Гриша, не знает размеры, всегда забывает их. И когда рубашку покупает, то каждый раз шеи ему измеряют холодной рулеткой, а у радиста в записной книжке есть все номера его, то есть радиста, жены, а так как эти номера одинаковы с номерами его, Гриши, жены, то жена и прислала такую радиограмму. И здесь он, Гриша, не видит ничего особенного. — А кто тебе сказал, что мы видим? — спросили у него Старпом и третий. В обеденный перерыв электромеханик вместо заболевшего помполита сообщает по трансляции, что судно в настоящий момент проходит берега Королевства Бельгия, что это небольшая страна, которая полностью помещается в Бенилюксе, но точные ее размеры он сейчас сообщить, к сожалению, не может, так как они записаны у радиста, а радист в данный момент на вахте, и записная книжка находится при нем. Продолжение следует...